Приветствую вас друзья, с вами канал Однажды в ММА и я для вас собрал самые интересные новости боевого спорта. К сожалению, по некоторым обстоятельствам в последнее время выпуски выходят с перебоями, однако я буду стараться как можно быстрее вернуть информационный поток в обычный режим, чтобы радовать вас каждый день новостями. А сейчас я хочу пожелать вам позитива и приятного просмотра. Ну и вначале давайте начнем от ряда отказов от поединков. Как стало известно, Леон Эдвардс категорически отказывается драться с Колби Ковингтоном, однако президент UFC отчетливо подчеркнул, что желание Леона его не волнует и Эдвардсу придется защищать титул в поединке против Ковингтона. Президент сообщает, что Ковингтон заслуживает поединок за титул, однако также понимает и позицию Леона Эдвардса, отмечая, что он дважды победил Камара Усмана, а теперь ему придется драться против еще одного сильнейшего бойца, в очередной раз отметив, что если бы не было Усмана, Ковингтон был бы чемпионом. Ну а поскольку Эдвардс чемпион, теперь его соперниками будут самые опасные бойцы. Ну а четвертый номер рейтинга Белал Мухаммад также отказался от боя с Шавкатом Рахмоновым, заявив, что у Рахмонова даже нет громкого имени, и этот поединок с Шавкатом шаг назад. И Белал на данный момент собирается драться с Камаро Усманом или Гилбертом Бернсом. Однако Хорхе Масфидаль сообщает, что именно он будет драться с Бернсом, и назвал этот поединок претендентским, отметив, что получил инсайдерскую информацию. Ну а тем временем просочились слухи об организации поединка между Хамзатом Чимаевым и Пауло Костой, который планируется на 21 октября. Ну а вот Шон Стрикланд подтверждает эти слухи, заявив, что его бой с Костой не состоится из-за того, что UFC хочет организовать бой Коста и Чимаев. Стало известно, что олимпийский медалист Магомед Хабиб Кадимагомедов подписан в Беллатар. Кадимагомедов отметил, что давно хотел попробовать свои силы в ММА, однако борьбу и выступления по борьбе он бросать не собирается и намерен конкурировать как в ММА, так и в борьбе. Лига Хабиба Нурмагомедова ставит на паузу свою деятельность, об этом рассказал Шамиль Завуров, сообщив, что пока взяли паузу, Хабиб решил от всего отдохнуть, а без Хабиба очень сложно что-то проводить, поэтому сейчас они думают, как без Хабиба все это делать, и нужно на это время. Назван вероятный соперник Тайсона Фьюри. После отмены боя с Александром Усиком, действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC, Тайсон Фьюри может провести бой со своим соотечественником Джо Джойсом, владеющим временным титулом WBO. Умар Нурмагомедов сообщил, что хочет подраться с Двалишвили и Сент-Хеганом, а вот Бенни Удариус, которому предстоит встретиться с Чарльзом Оливейрой, прокомментировал новость о том, что Ислам Махачев хочет в следующем поединке претендовать на титул UFC в полусреднем весе, принадлежавший Леону Эдвардсу, заявив, что не понимает этого шага и как насчет защиты титула в легком весе. Подчеркнул, что может быть Исламу тяжело укладываться в весе, поэтому он хочет бой в полусреднем. При этом призывает Ислама сосредоточиться на своем дивизионе, потому что в ростре много хороших бойцов. Также Дариуш сообщает, что, увидев заявление Махачева, у него глаза на лоб полезли. Но также Дариуш не понимает, почему Ислам пытается сбежать в другой дивизион. Не исключая, что Ислам, возможно, не хочет просто рисковать. При этом Дариуш полагает, что вылазка Махачева в полусредний вес завершится для Ислама. Не завоеванием второго чемпионского пояса, а поражением, потому что Леон дважды переигрывал Усмана. Также Дариуш не собирается бросать вызов Махачеву, чтобы не возвышать его и не отдавать Махачеву свое сияние. Ну и в завершении, американец Стивен Сигал давно с Россией. И из последних новостей были высказывания о политике. Также Сигал получил орден дружбы и открыл всероссийский центр Айкидо, чтобы развивать спорт и тренировать молодежь. Ну и на этом, дорогие друзья, наш выпуск подошел к концу. Те, кто еще не подписан, подписывайтесь, накидайте своих чемпионских лайков, оставьте любой комментарий для продвижения, ну и услышимся в следующих выпусках. Мира всем, добра, пока-пока.